топливо в топливопроводах находится под давлением перед любыми работами связанными с разгерметизацией топливной системы давление следует сбрасывать что нам понадобится для сброса давления в системе питания мы сняли крышку блока ролей предохранителей который у нас находится под капотом вынимаем предохранитель топливного насоса где он у нас находится это у нас верхний запасной предохранитель так как у него даже нет 2 клеммы для замыкания вот под ним вот этот вот на 10 ампер это вот предохранитель обратной степи плену насосу сейчас стартером проворачиваем коленчатовал двигателя если двигатель запустится следует дождаться когда он остановится если двигатель не пустился повторно включаем стартер на 10 секунд после этого давление топливной системе будет небольшим двигатель как видим у нас не заводится значит давление мы уже сбросили сейчас необходимо отсоединить клемму провода минусового ватт аккумуляторной батареи отсоединяем клемму на минус поднимаем заднее сидение поддеваем отверткой крышку личка топливного бака крышку судя по засоренности что у нас творится под крышкой здесь явно конь не валялся сдвигаем запорную скобу нажимаем на фиксатор колодки жгута проводов здесь достаточно нажать подтягиваем на снятие сейчас нужно сжать фиксаторы наконечника трубки 1 на 2 не находится с двух сторон что у этого что у этого сжимаем и снимаем со штуцера скажу сразу что проще было можно немножко развернуть но у меня при помощи двух отверток по-другому не получилось я пальцами столько сил нету аналогично снимаем второй так как мы сбросили давление у нас бензин не будет утекать так здесь у нас шланг который соединяет топливный модуль со царбером здесь сжимаем пассатижи мехомут и сдвигаем его по трубке снимаем со штуцера гравитационного клапана сейчас ключом на 8 откручиваем 6 болтов вот я говорил что здесь конь не варялся на самом деле вот шестой болт вместо него сейчас винт стоит значит кто-то сюда уже лазил чтобы у нас далеко не убегали болты я предварительно пробил вы дышки 40 красавцы всех болтов и посадил на магнит они не убежали снимаем прижимное кольцо достаем дальше немножко нужно наклонить чтобы вывести поплавок датчика указателя уровня топлива по возможности слить все назад есть небольшая беда у нас прокладка упала прямо в бак зато мы можем посмотреть в каком состоянии у нас бак внутри сейчас будем доставать чтобы добраться до сеточки нам нужно соединить разъем нажимаем на фиксатор и снимаем его отсюда проводку вводим отсоединяем три защелки раз два здесь вот третья и приподнимаем это добро все вверх что мы видим в каком состоянии у нас находится сеточка если даже посмотреть на дно то видим там с каким у нас осадком поддеваем отверткой снимаем сетчатый фильтр вот какое новое состояние кстати сеточку которую я купил она один в один с той которую мы снимаем это артикул ее одеваем новый сетчатый фильтр вот фильтр мы одели поставили его на место обратной последовательности мы собираем с корпусом здесь невозможно перепутать потому что здесь есть ступенчатый вырез а его нигде больше по кругу нет поэтому назад ставим защелкиваем все на свои места три защелки у нас на месте сейчас заводим назад наш разъем как он был и ставим его на место засовываем назад топливный насос также аккуратно сначала повернув заводим поплавок на место и с 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 когда мы вставляем назад топливный насос у нас на нем есть стрелочка на кольце есть вот эта вот рисочка то есть ориентируем его так чтобы стрелка на крышке была направлена в сторону задней части автомобиля и совпадало с меткой на фланце топливного бака сейчас установим прижимное кольцо у него как оказывается тоже есть метка вот эту меточку тоже заводим напротив стрелки вставляем назад наши болты но предварительно и их посмазываю графитной смазкой вот шесть пунктов я наживил фиксировать одеваем назад шланг на штуцер гравитационного клапана и одеваем назад хомут усиками повернем вниз чтобы крышке не мешало надеваем на вертикальный штуцер наконечник трубки подвода топлива к регулятору давления горизонтальному штуцеру надеваем наконечник трубки подачи топлива все у нас защелкнулась подсоединяем колодку к развернутую топливного модуля задвигаем запорную скобу подсоединили минус назад аккумулятор ставим предохранитель на свое место сейчас включим зажигание и проверим герметичность наших соединений ну вот машинку я завел при первом запуске не слышно было что срабатывает топливный насос пришлось по новой все разобрать вынуть насос проверить все контакты после этого пересобрал только после этого машинка завелась когда включал зажигание услышал что все-таки топливный насос работал все пошло крышку мы поставили назад плотно и прижали теперь можно сиденье задние складывать вот после проделанных всех работ смотрим что у нас поплавок оказывает тот же уровень нашего заполненного бака как был до снятия так и после сейчас посмотрим что у нас находится внутри нашел фильтр грубой очистки получается что у нас находится пластиковый вот и dois все вот вот